Собираясь на шашлыки, мы больше всего заботимся о том, чтобы мясо получилось сочным и нежным. Но неприятности с шашлыком и опасные последствия вплоть до больницы могут случиться совершенно по другой причине. По какой же и как избежать неприятностей, расскажет Андрей Бабаев и Игорь Месевич. Здравствуйте, мои дорогие! Привет! Качество шашлыка, вкус его, я так понимаю, не только от мяса зависит и не только от маринада. Сегодня мы будем говорить о банальных, но весьма, как оказалось, сложных вещах. Мы будем говорить сегодня о дровах, о углях и о разжигателях для костра. Но об этом немного попозже. Надю, я, идучи до тебе, задалегідь, сделал маленький эксперимент. Я приготовил шашлык, пригостил твоих гостей и попросил их проголосовать за той шашлык, который им понравился наименьше. Для чего нужны эти эксперименты, расскажу чуть позже, и мы разберемся, чему так сталося, что шашлык вышел разный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зрители голосовали за тот шашлык, который им больше всего не понравился. Как мы видим, больше всего не понравился шашлык под номером один, шашлык под номером два против отдало только три человека голос свой, и за шашлык номер три против проголосовало восемь человек. Почему таким образом распределились голоса, давайте спросим у наших гостей. Расскажите, пожалуйста, что вам не понравилось в трех вариантах шашлыка. Мне показалось, что мясо недостаточно прожарено, а еще на зубах скрипел песок или пепел. Неприятно мне было есть этот шашлык. Так, а ваше мнение? Мне не понравились запахи вкусов. Такое впечатление, что мясо слишком долго коптили. Это мнение о шашлыке номер один. И почему этот шашлык понравился наименьше, это вы все увидите с сюжета и увидите, как я его готовил. Речь в том, что я взял мясо одной и той самой частини, замаринал в одному классическом маринаде с цибулею, но только жарил его на разных дровах. Перший шашлык я приготовлю на дровах с корою. Пока дрова разгораются, я приготовлю мясо для смажения. Дрова готова для жарки шашлыка. Мы забираем великий полина. Теперь кладем шашлык. Через 20 минут шашлык будет готов. Перший шашлык готов. Дрова готова для жарки шашлыка. То есть и с пеплом на шашлык, на кусочки мяса попадают кусочки песка. Образуется неприятный запах и шашлык у нас не готовится, потому что мало жара, а он просто у нас коптится. Соответственно, от этого проблема номер один хрустит на зубах, проблема номер два пахнет копченым, а не жареным. Итак, правило номер один. Дрова должны быть без коры. Игорь, скажи, а ты какие дрова использовал? Перш за все, я использовал дрова зосыки. И взял я их с корою только потому, что очень много в магазинах, когда я заходил, продаются дрова именно с корою. И поэтому я хотел показать, как оно получится, если использовать дрова с корою и какой получится в наш шашлык. Проблема номер два. Это дрова из осины. Осина – это материал, который дает очень мало жара. Соответственно, дрова очень быстро прогорают, а для приготовления шашлыка в течение 20 минут этого жара просто-напросто не хватает. И, соответственно, температура распределяется неравномерно, шашлык плохо прожаривается. В итоге мы получаем недоготовленный шашлык с копченым запахом. Так что дрова из осины у нас получают не зачет. Мы должны покупать дрова из тех пород деревьев, которые дают наибольшее количество жара. Никогда не знала о таких тонкостях? Я предлагаю переходить ко второму шашлыку. Как мы видим, голосов против практически нет. Шашлык, я думаю, получился на славу. Но давайте спросим у наших гостей, что же все-таки не понравилось. Кто хочет высказаться? Да, давайте, пожалуйста. Он был поджарен на дровах, но эти дрова были, наверное, фруктовыми. И мне не понравился их аромат. Он чувствовался сильно в мясе. Дело вкуса. Хорошо, скажите, кому этот шашлык понравился? Ну, конечно, большинство. Да. В чем же секрет? Давайте подимемся, как это было. Второй шашлык я пожарю на славовых дровах. Дрова готова. Будем жарить шашлык. Другий шашлык готовый. Шашлык мы готували. Как вы видите, на дровах без коры. Дима практически не было. Жар был очень хороший. И я использовал сливовое дерево. Поэтому мясо получило такой хороший фруктовый аромат. Но кому не понравился сильный аромат, можно использовать дуб, можно использовать бук, можно использовать березу. Так на что же стоит обратить внимание, Андрей, покупая дрова? Обращаем внимание на упаковку. Отдаем предпочтение дровам в сетке против дров в закрытой упаковке. То есть у нас есть открытая упаковка, есть закрытая упаковка. Проблема закрытой упаковки. Мы не знаем, что там за дрова, есть ли там кора, внешний их вид, состояние, влажность. Ну, много нюансов, о которых мы еще сегодня проговорим. Дрова в сетке. Это дрова, которые проветриваются. Соответственно, мы можем увидеть размер дров, увидеть количество коры и уже принимать решение, подходят ли нам наши дрова для нашего вида шашлыка, либо же мы их не покупаем. Это должна быть сетка. Смотрим на их внешний вид. Они должны быть достаточно толстыми. То есть тонкие дрова будут очень быстро гореть и, соответственно, не будут давать нам достаточного жара. Размер 20-30 сантиметров. Вот правильные дрова. По мнению шашлычников, размер должен быть в диаметре 10-15 сантиметров, а длина 20-30 сантиметров. Благодаря такому размеру дров костер будет давать достаточное количество жара, дабы равномерно распределилось тепло и прожарился весь шашлык. И самое главное – сухость древесины. То есть если дрова будут влажные, если они хранились в неправильных условиях, костер у нас не получится. А, кстати, как определить в упаковке, что поленья достаточно сухие для костра? Мы можем взять упаковку дров и, первое, тряхнуть их. То есть если дрова будет звенеть, соответственно, дрова сухие. Если дрова будет издавать довольно-таки глухой звук, соответственно, дрова мокрые. Это первое. Второе – мы можем визуально посмотреть на вид полена и также потрогать его руками. Мы должны посмотреть на скол дерева. На вид дрова должны быть матового цвета и с трещинками из-за отсутствия влаги. Влажное полено не будет матовым, а трещинки на нем будут отсутствовать, как на этом варианте. Давайте зафиксируем. Дрова должны быть матовые и сухие. А где ты порекомендуешь покупать дрова? На рынке, в магазине? Однозначно сказать нельзя, где лучше купить дрова. Но вероятность того, что на рынке мы купим все-таки некачественные дрова, высока. Почему так? Условия хранения. В магазине условия хранения специально созданы для дров. На рынке влияние погодных условий, перепада влажности и температур будут сказываться на влажности и качестве продаваемых дров. Ну а теперь вопрос, который меня очень волнует. Все ли дрова можно использовать? Нет. Из хвойных пород дрова желательно не использовать. Это связано с тем, что в древесине содержится довольно-таки высокое количество смолы. Соответственно, смола будет коптить. Соответственно, испортится внешний вид, вкус и запах продукта. Вы испортите себе шашлык. Кошмар какой. А какие все-таки деревья самые лучшие для дров на шашлык? Самые лучшие деревья – это дуб и береза. Это те дрова, которые выделяют наибольшее количество жара, и они дольше всего сохраняют тепло. А вишня, например, яблоня, груша – это фруктовые деревья, которые также подходят для приготовления шашлыка. Но эти деревья будут давать специфический привкус. Итак, это дубовые дрова, это березовые дрова, и напоследок дрова фруктовых пород деревьев. Я расскажу один маленький секрет. Для разного мяса лучше использовать разные породы деревьев. Во время приготовления шашлыка, да? Конечно. Ну а что к чему подходит? Для птицы самый лучший подход – это дуб и фруктовые деревья. Для свинины и баранины подходят дуб, но найкраще – это фруктовые деревья. Для телятины подходят дуб, береза, и также фруктовые деревья можно использовать. Для субпродуктов лучше взять березу, липу и также фруктовые деревья. Ну вот в таком виде можно хоть по коре определить, попробовать, какое дерево. А если уже будут дрова, без коры, сухие, порубленные, то как же я определю, какое это дерево? Первое за все, когда мы купляем дубовые дрова, то сгадываем, какой паркет дубов. Он имеет оттенок такой коричневатый. Вот, как мы имеем дубовое дерево, вот он будет вот такого кольора. Береза будет такого кремового кольора. А это кто? Вот это мы имеем сливу. Она будет такого сливового, скажем, кольора, червневого-коричневого. Это мы имеем грушу. Она будет иметь кремовый оттенок, и она больше такая белявая, ну, ее тоже ни с чем не спутаешь. И на конец это яблоня. Яблоня имеет характер, что она в середине будет светлеще, а по бокам будет иметь такой розово-червоный оттенок. Спасибо, Игорь, такое подробное разъяснение. И вообще, мы столько узнали сегодня о выборе дров, что я уверена, что даже женщины смогут теперь с легкостью отправляться в магазин за дровами, пока мужчины делают что-то другое для шашлыка. Ну, давайте вернемся к номеру три. Шашлык под номером три. Против было восемь человек. Объясните, почему. Расскажите, пожалуйста, что вам понравилось, а что нет в этом шашлыке. Ну, мне не понравилось из всех вариантов шашлыка. Третий, потому что некоторые кусочки были сыроватые и имели такой, на мой взгляд, специфический привкус. Такое ощущение, что вот оно готовилось на каких-то материалах, которые не подходят для жарки мяса. Давайте теперь узнаем, как я его готовил. А останні шашлыки приготую на деревном вугіллі. Вот теперь мы можем жарить шашлык. Останний шашлык готовый. Значит, сейчас мы разберемся во всех тонкостях приготовления шашлыка на углях. Итак, дрова. Спасибо. Скажем дровам. Возьмем угли. Будем разбирать ошибки, которые ты специально допустил для приготовления третьего вида шашлыка. Игорь использовал непрессованный уголь, то есть он был не в брикетах, которые продаются специально, и уголь специально прессуется, а был в виде отдельных кусочков угля, который изготавливают из измельченного в порошок угля, который после спрессовывает. Неспрессованный уголь горит меньшее количество времени и уступает по количеству жара прессованному углю. Итак, фиксируем на доске. Для приготовления правильного шашлыка используем прессованный уголь. Вот это уголь натуральный, из дерева, который приготовился без доступа к воздуху, он горел. И когда мы его разломаем, мы будем видеть, что он будет иметь вот такой синюватый оттенок. Будет как переливаться. Вот такие уголь нужно использовать для приготовления вкусного шашлыка. Уголь продают вот в таких закрытых пакетах в магазине, и непонятно, как можно определить размер углей. Один простой совет. Обращаем внимание на упаковку. Такой уголь, который показал Игорь, будет называться калиброванным углем. Примерно размером с кулак. Это идеальный размер угля для прожарки шашлыка и для хорошего жара. Так как уголь это материал, который легко впитывает запахи и влагу, лучше брать полиэтиленовую упаковку. Либо же это должна быть упаковка бумажная, но внутри с полиэтиленовым пакетом. Давайте зафиксируем. Калиброванный уголь. И выбираем уголь в полиэтиленовой упаковке. Что еще необходимо знать, чтобы выбрать качественный уголь для шашлыка? Также нужно знать, из каких деревьев сделаны уголь. Самое лучше брать уголь, сделанное из дуба, березы. Потому что дубовое уголь, оно наиболее жаростейкое. И поэтому мы будем вытрачать меньше уголь, для того, чтобы пожарить шашлычок. Я зафиксирую совет Игоря о том, какие угли вы должны купить, дабы получить правильный качественный шашлык. Один из пунктов это порода дерева. Играет очень большое значение, из какой породы дерева будет приготовленный наш уголь. Очень важно, чтобы на упаковке была указана та порода дерева, из которого уголь приготовленный. Потому что часто недобросовестные производители ничего не указывают, просто пишут уголь древесный. А что там калиброванный, он не калиброванный, какие породы деревьев, мы просто ничего понять не можем. Он может содержать много мусора, мелкие кусочки, остатки дерева и большое количество пыли. А уголь имеет срок годности? Конечно. Качественный уголь для шашлыка хранится не более двух лет. Если производитель указал другую информацию, то есть другой срок хранения, более долгий, нежели два года, соответственно, он либо же соврал нам, либо же использовал какие-то химикаты для продлевания хранения угля. Соответственно, все эти химикаты попадут на наш продукт, чем самым будет вредить нашему здоровью. Андрей, ты знаешь, когда я купил уголь для этого шашлыка, что я смажил, продавец мне запропонировал купить, распаливать. Сказал, что это, по-перше, быстро распалить богаття, и плюс это безопасно. Отличный вопрос. То есть продается уголь, без разжигателя дело не пойдет. Я заметил, что чаще всего покупатели выбирают разжигатели на спиртовой, либо на парафиновой основе. И те, и те мы можем найти на магазинах, либо же автозаправочных станциях. Состав разжигателя может быть разный, но стоит избегать состава, в который может входить бензин, керосин, опасные, взрывоопасные жидкости. Соответственно, мы можем получить ожоги разных степеней. Самое важное, на что я хочу обратить внимание, это правило безопасности использования разжигателей во время разведения костра. К сожалению, у меня в руках сейчас неправильная жидкость для разведения костра. Почему? Потому что отсутствует инструкция по его использованию. Инструкция должна быть обязательно, производитель обязательно указывает, в зависимости от состава, как правильно им пользоваться. Давайте посмотрим сюжет и узнаем, все ли пользуются правилами и инструкциями по разведению костра с помощью разжигателей. Совсем недавно отдыхали с друзьями на природе. И знаете, на что обратили внимание? Далеко не все правильно используют разжигатель для угля. Сегодня мы попросим отдыхающих показать, как они обычно используют это средство. Так что, друзья, пойдемте посмотрим. Ребята, мы к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Все будет добр» телеканал СТБ. О, круто. Рад вас видеть. Приветствую. Спасибо. Меня Тарас зовут, а вас? Валерия. Вас как зовут? Антон. Антон, будем знакомы. Да, очень приятно нам. Ребята, смотрите, у меня есть разжигатель и есть угли. Хотелось, чтобы вы нам рассказали, как вы, зазвичай, пользуетесь в распаливающем. Давайте, насыпаем. Я думаю, нужно с краю полить чуть-чуть. Так. И обережно подполить. Обережно подполить. Одразу. Пожалуйста, разжигатель. Тихо, подумай сначала, что ты льешь сразу? Может, подвох какой-нибудь? Нет, никак. Ну, пока никакого подвоха. Вот дальше интересно. Так, полили. Окей. И? Травки, бедок. Да, то есть, главное, 3-4 минуты пропитать хорошо уголь. То есть мы сделаем так. Вот так вот. Хорошо. И что дальше? И дальше мы так. Вот так вот. В горящий огонь. Да. Хорошо хоть кто-то внимательно читает инструкции и делает все как нужно. Обеспечивает тем самым себе не только вкусный шашлык, но и безопасность, что очень важно. Да. Вот, кстати, Тараш Шпира заметил, что некоторые люди, когда разводят костер, заливают разжигатель не только при начале возникновения костра, не только распаливают им костер, а еще доливают и во время костра. Это самое опасное. Почему? Потому что бутылка может воспламениться у вас в руках и, соответственно, можете получить ожоги. Обращайте внимание на то, что написано на этикетке. От этого может зависеть ваша жизнь и безопасность разведения костров. В инструкции написано, что за 10 минут до разжигания костра нужно залить угли, либо же дрова разжигателем для костров. Мы должны подождать 10 минут, прежде чем питается разжигатель, тогда все пройдет правильно и не причинит вам неудобства. Многие производители указывают телефон горячей линии, дабы вы могли обратиться, если у вас возникли при разжигании костра какие-либо вопросы. Либо же вопросы качества разжигателя, которым вы пользуетесь. Мне рассказали одну историю такую, будем говорить неприемную, на рахунок распалювача. Батьки сидели сбоку, костер горел, и дитина взяла распалювач и налила туда, костер спалахнул, получила около 40% опеки. Дорогие батьки, читайте добрую инструкцию, и чтобы до детей в руки никогда не попадал распалювач. Ну, мы, конечно, не можем не рекомендовать вам не пользоваться разжигателями, все-таки это есть, это удобно, главное соблюдать инструкцию. Но наш друг Тарашпира покажет, как можно легко и беспроблемно развести костер без использования разжигателей. Давайте посмотрим. Друзья, приветствую вас. Сегодня поделюсь с вами несколькими народными методами, как быстро разжечь костер для пикника. Итак, друзья, мы начинаем. Для первого способа нам понадобится обыкновенный сахар-рафинад. Именно рафинад поможет поддержать горение костра и в то же время позволит быстро его разжечь. Кладем 10-15 кусочков. Я думаю, что такого количества сахара будет достаточно. Потом на сахар сверху мы кладем хворост. Ну, а далее вот такие вот большие и крупные дрова. Готовы разжигать костер. Сахар плавит. Все, костер горит. Ощущение особенное. Как вы понимаете, поджигали мы не сахар, а хворост. А сахарок поддерживает температуру горения и позволяет костру не гаснуть. Пользуйтесь этим методом на здоровье. Для следующего способа нам понадобится обыкновенная бумага. Вот такая вот консервная банка без дна со специальными отверствиями для разжигания. Размещаем все это в заранее заготовленных углях. На дно мы положили бумагу. А сверху засыпаем углем. Поджигаем бумагу через отверстие банки. От бумаги загорелись угли. После того, как они хорошо раскорились, можем доставать банку. Сверху можете досыпать свежих углей. И будьте уверены, ваш костер не погаснет. А теперь достаточно плотным слоем оборачиваем бумагу вокруг пластиковой бутылки. Вместо вот такой вот красивой белой бумаги можно использовать обыкновенную газету. Теперь опускаем бутылку в уголь. Осталось достать бутылку и засыпать образовавшуюся воронку сухим хворостом. Поджигаем. Горит. Хворост и бумага помогли легко разжечь костер. Эти три простых способа помогут вам разжечь костер на природе даже без разжигателя. Вкусных вам шашлыков и чудесных праздников. Тарас развел костер за считанные минуты. Я не подозревала, что такие обычные предметы, которые мы используем совсем в других целях, подойдут и для того, чтобы костер полыхал ярко. Да, казалось бы, кусочек сахара. Очень удобно. И приятный аромат карамели. Все очень удобно. Все продукты всегда по-другой. И обойдется вам это не более 10 гривен. Вы знаете, от такого разговора, как сегодня у нас состоялся, просто очень-очень захотелось на пикник. Главное, не забыть все советы наших экспертов. И все будет доброе. Вам не удается избавиться от лишних килограммов, а после незначительного похудения вес стремительно возвращается? Прямо сейчас своим секретом стройности. Того, как похудеть и оставаться в прекрасной форме, поделится очаровательная красотка, солистка группы «Виагра» Эрика Герцик. Снова у меня в гостях. Встречайте. Здравствуй, моя дорогая. Я помню нашу встречу, когда ты учила нас готовить на кухне вкуснейший ужин, питательный, низкокалорийный, такой, чтобы можно было стройность сохранить. Сегодня пришло время упражнений, потому что понятно, что секрет стройности в целом в сочетании и правильного питания, и хороший физический нагруз. Конечно, это необходимо, потому что я, например, каждый день работаю над собой, когда я сразу встану перед завтраком, это мой секрет, на голодный желудок я занимаюсь хотя бы 20-25-30 минут. На какие группы мышц части тела он направлен? У меня всегда была проблема с попой, с ногами. А где же она? Проблемы нет. Потому что занимаюсь и акцентирую туда. Потому что у меня физиология, что верх не так быстро поправится. А вот сюда тортик, опана, опана. Вот здесь. Где тортик? Вот он. Так что надо заниматься, надо радоваться утром. Это дает хоть какую-то энергию, село, хорошее настроение. Надо прыгать, и потом позавтракать, и потом гоу на работе. Вот такой вот у нас план. А начнем с упражнений, которые нужно выполнять регулярно, чтобы сохранить достигнутую стройность. Я сразу, когда встану, пью пол литра вода. Это необходимо. А потом встану, и, конечно, ты сейчас сонная, и начинаешь ходить. Надо ходить. Разминка уже пошла, да? Разминка. Давай, пошла, пошла, пошла. Хотя бы 2-3 минутка. Смотришь себя в зеркало. Эречка, давай, просыпайся. Давай, девчонки. И начинай чуть-чуть быстрее. И ты уже чувствуешь, что у тебя настроение поднялось, что ты поняла, что сегодня уже понедельник, либо вторник. А ты все равно молодец. Да, все. Потом вставать, ручки в сторону, один ноги сверху, потом еще, еще сверху, сверху, сверху. Как мы можем. А это еще разминка или выше? Это уже упражнение. Хотя бы 15-16 раза. Супер. А я еще скажу вам, держать ноги сверху, не отпускать. И впереди, обратно. Впереди. И я понимаю, что больно. Да, это сложно. Давай, девчонки, еще надо. Чуть-чуть. И тоже, хотя бы 10 раза. Все. На вторую ножку 15 раза. Кто может, хотя бы 10 раза вперед. И все. Потом ху-ху-ху, ху-ху-ху. Все, я уже живая. Ну, когда будем делать упражнения, будем меньше отдыхать. Но сегодня нам же нужно еще и поговорить. Ты весила 85 килограммов. Это было давно, когда ты еще училась в школе. Это было для тебя проблемой. Ты похудела на 30. То есть твой сейчас вес 55 меньше? Я сейчас вешу, думаю, 52, 51. Но у меня 50 до 53 килограмма. У нас очень много гастролей, очень много самолетов. Отек, вода в организме не опускается, держается. Но вот это полтора два килограмма плюс-минус. Тебя устраивает этот вес? Конечно. Я так себя хорошо чувствую. И я всегда мечтала быть такая. И сейчас, вот слава богу, получилось. Давайте следующее упражнение. Сейчас приседать будем. Приседать это очень важно. Попочка будет у нас, вот орех. Надо начинать в сторону. Правой ногой в сторону. Шаг. Раз. И седать. Два. Это тоже 15 раза. Три. И 15 раз один в сторону. 15 раз второй в сторону. Можно сделать кому-то легче. Право. Налево. Руки впереди, чтобы у нас было равновесие. А потом я рекомендую, я уже добавила приседания. Хотя бы 20 раза. То же самое. А, стоя еще тут, да? Стоя, да. Раз. Два. А потом опять чуть-чуть видах, видах, видах. Нельзя никогда сидеть. Поскольку ты следишь за тем, что говорят эти поклонники, по поводу твоего акцента, по-моему, тоже прохаживаются периодически. Кому-то не нравится это. Я, конечно, работаю больше, сильнее над собой. Но если у меня еще что-то не так получается, у меня акцент, простите, пожалуйста. Я очень стараюсь. Мне кажется, что вообще это целеустремленность, твое основное качество. Ты ставишь цель и добиваешься. Тебе удается держаться в этих рамках. Вот, например, каждый день тренироваться. Я не понимаю, почему говорят, что упражнение – это нехорошо. Но как нехорошо, когда ты чувствуешь свои тела, свои мишки, ты чувствуешь, что ты живая, ты не сидишь дома и ешь. Но это не жизнь. Следующее упражнение… Я очень люблю, потому что здесь надо лежать. Я уже знаю, что у тебя сложные упражнения, так что долго мы не полежим. Надо лежать, в первую очередь, на бок. Давайте встанем весом на этот предплечье. Попа надо всегда держать впереди, чтобы таз все было прямое. На одной линии. На одной линии нижняя нога, можно согнутая. Верхняя нога в первый раз прямая. Я упражнение, вот комплекс покажу, что можно сделать, что будет эффект очень крутой. Поднимаем вверх. Да, что мы чувствовали попу, чувствовали вот эту часть. И действительно самое важное, что здесь было все прямое. Раз, два. Это я предлагаю 15 раз. Потом сгибаем ножки впереди и обратно. Сгибаем тоже. Вот, вот, да. Сгибаем ножки и впереди впускаем. И потом обратно. Это тоже 15 раз. Потом нога будет согнута. Да. И обратно вверх, вниз. Самый главный секрет – никогда не пускать ноги в пол. Потому что я видела, как женщины делают. Да, расслабилась и все. Ну, а что это такое? Ягодица. И вот самое главное – бока, ушки. Что у нас самая главная проблема. Вот это обрабатывается. Мы будем стройнее. Откуда вообще у тебя этот комплекс упражнений? Я, когда еще жила в село, я не очень знала, как себя качать, что делать, какие упражнения. Я начинала искать в интернете. Я оттуда выбрала себе такие упражнения, что мне нравится, что мне надо. Следующее упражнение, мое любимое – качаем попочка. Мы на колене. Это очень удобно так. Самое главное, что спина была ровная. Ногу сгибаем колени и поднимаем вверх. Начинаем с правой ногой. Сразу мы сгибаем так, да, правильно, обратно. Тоже не опускаем никогда. Это 15 раз. Когда мы уже сделали 15-е упражнение, не пускаем ноги. Еще выше. Раз, два. Еще 15 раз. И это сделать на два сторону. А когда мы уже будем чувствовать, что мы можем больше, я уже сделаю где-то 30-35. Ну, у тебя получается сейчас такая насыщенная жизнь, тут тебе и концерты. Здесь правильное питание со спортом. На личную жизнь хватает времени? Пока не думала об этом. Наверное, я не хочу. Конечно, есть предложения всегда, чтобы познакомиться. Но пока еще моя работа, это моя любовь. Сцена, зрители. Если не хотим, конечно, что крепатура осталась на следующий день, надо растяжка сделать. Буквально две минуты. На коленах впереди, на ручках, спина прямая. И попа налево и направо. Растягнуть, растягнуть себя. Вот, как кошечка. Как маленькая-маленькая кошечка. Такая вот. Потом сидеть просто. Один ноги прямые, а второй. Все. Задерживаемся на несколько секунд. Тянутся ягодичные мышцы и спина. И на другую сторону повторяем. Не секрет, что ваш коллектив новый. Но уже три года. У нас в группе очень реально гармонично все. Мы эмоциональнее. Я, например, самая эмоциональная девочка. Я очень такая зажигаю. Вот так. И через пять минут я уже сама успокоюсь. У меня просто характер такой. Миша очень спокойная. Очень такая нежная. Она у меня как сестра. Настя, действительно, она наша дива. Мы очень ее любим. Мы все троем разные. Но это и это секрет. Это хорошо. Но ты сама сравниваешь то, что вы делаете, с тем, что делала Виагра бывшая, скажем, уже ушедшая, как легенда. Вы знаете, что для меня они эталон. И тебя иногда сравнивают с Верой Брежневой. Как ты думаешь, вы похожи? А я думаю, да. Ну, давай, да. Спасибо. Ну, она для меня пример. Как женщина, как мама, как артист, как красотка. Я хочу быть похожей на нее. Мы дружим. Я ее обожаю. Мы с тобой совсем так расслабились, Ирже. Мне кажется, нужно нашу сегодняшнюю встречу, посвященную тренировке, все-таки чем-то таким мотивационным закончить. Сто процентов. Я верю в то, что жизнь – это действительно один раз. И надо все сделать по максимуму. Все возможно. Я сама большая девочка была. Вообще говорить не умела. Вообще ничего не умела. А я сейчас здесь с вами. Слава богу. Я вас очень сильно люблю и желаю всем, что все улыбались, все были счастливы и все были красотки. Спасибо тебе огромное, Эрика. Ко мне в панике позвонил Андрей Дикий и сказал, что он испортил праздничное блюдо, которое готовил для Лилии в день ее рождения. До прихода Лилии остается совсем немного времени. Бежать в магазин или заказывать еду из ресторана – времени нет. Я вспомнила про Сережу Калинина, который не раз мне помогал в подобных случаях. Давайте посмотрим, помог ли он Андрею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, не ожидал. Но ты не представляешь, как я тебя рад видеть. Привет. У меня все накрылось. Моя курица сгорела. Спокойно. Спокойно. А у меня времени 20 минут, пока Лилия не придет. Сейчас все сделаем. Ты что, раздевайся, на тебя вся надежда. Слушай, все будет нормально. Пошли. Это мой волшебный чемоданчик. Это для Лилии. Поставь куда-нибудь. Я понял, давай. Так. Привет, Диан. Дай пять. Но ты посмотри на это. У меня тут полная катастрофа. Мы сегодня вообще собирались в своем кругу. Ну, так, в семейном. Поэтому это как такой романтический ужин. Есть пару идей, что можно сделать с этим блюдом. Ты его не узнаешь, я тебе гарантирую. Итак, я завожу таймер. Давай. Да? Будем следить. У нас с тобой 20. Ровно 20 минут. Время пошло. Диана, следи за временем. Самое главное, что у меня есть с собой кулинарный чемоданчик. Здесь есть все, что необходимо для быстрой, скорой кулинарной помощи. Как у настоящего доктора. Доктор Калинин. О, классно. В общем, мы сегодня с тобой будем играть в ветеринара, я так понял. Лечить курицу. Предмет, это вот то, что называется у поваров скрутка. Серега, я тебе объясню. Вообще-то у меня на кухне такое никогда не происходит. Просто сегодня мы заигрались в папу-обезьянку, в маму-обезьянку и в дианку-обезьянку. Это папа. А, это папа у нас. Все перепуталось. Понятно. Так, у меня есть кое-какие идеи, поэтому я начинаю доставать арахис, соевый соус. Вещь, незаменимая в экстренных ситуациях, практически такая же важная, как спирт. Перец, наверное, пригодится. Так, ну масло, конечно же, всегда нужно при готовке. Видишь, как хорошо, что у меня все было с собой для этого рецепта. Пока это уберем. Но помнишь, у нас в запасе еще много всяких интересных вкусных вещей. Но времени у нас в запасе немного. Сколько у нас осталось, кстати? У нас осталось с тобой 18 минут. Какое первое правило операции? Гириана. Руки? Необходимо помыть руки. Все, отлично, быстренько пошли мыть ручки. Ты же будешь помогать нам? Да. Молодец. Давай. Слушай, а что у тебя с пальцем, доктор? Хочу, честно говоря, признаться, я уже вторые сутки работаю в сумасшедшем режиме. И вчера был тяжелый вызов, скажем так. Я даже сам себя поранил. Но это не мешает мне спасти тебя сегодня. Давай. Классно. Так, давай мыть ручки. Ну вот, наш пациент. Он скорее мертв, но не до конца. Это значит, что мы можем его спасти. Конечно, самый простой вариант – это взять, разобрать курицу и сделать салат. Да. Но мы простых путей не ищем, тем более нам нужно сделать праздничное блюдо. У меня есть гениальная, как мне кажется, идея. Мы сделаем курицу без кожи, но в карамельно-ореховой корочке. А. Это красиво. Б. Это вкусно. И С. Никто не узнает, что у нас была такая проблема с курицей. Доктор, приступим. Ты будешь моим ассистентом. Медбрат Андрей и медсестра Диана. А там уже сейчас придет время. Здесь куриц. Ты снимай кожу. Кожу можешь снимать в любом произвольном порядке, она нам больше не понадобится. Я начинаю делать карамель. Есть горячая вода. Она понадобится на два процесса. Нужно налить ложечку горячей воды. И взять сахар. Здесь где-то граммов 200. Я почти все это и насыплю. Так, включаем нагрев средний. Может быть, даже чуть больше. Не трогаем. Самое главное карамель не трогать, чтобы она не взялась комками. Она разного цвета может быть. Мы делаем среднюю такую цвета меда. Так, доктор, мы справились. Отлично. Хочу поделиться с тобой лайфхак. У меня есть такой прикольный. Поскольку нам придется карамель смешивать с соевым соусом, его тоже нужно подогреть. Иначе будет стрелять. Ты понимаешь, когда холодное с горячим соединяешь, плюс карамель может затвердеть. Поэтому нам понадобится вот такая мисочка. Понадобится еще кипяток оставшийся. Так, и понадобится мисочка поменьше. Вот такая. Что мы делаем? Конструкцию, которая позволит нам нагреть соевый соус. Таким образом, он лучше соединится с карамелью. Горячее с горячим лучше смешивается. Вот, видишь цвет карамели? Такой темный медок. Как гречневый мед. Только осторожно. И вот теперь мы добавляем 2 столовые ложки соевого соуса. Она сейчас будет шипеть. Поэтому нужно осторожно. Но, тем не менее... Ух ты. Да? Магия какая-то. А куда летит пар? А запах сразу, знаешь, утку по-пекински напоминает чем-то. У нас будет сегодня практически курица по-пекински. Все, отлично. Мы сделаем вот такую импровизированную подставочку. Нам необходим перец чили. Он как раз в горячем отдаст все свои вкусы. Поэтому чуть-чуть мы нарежем. Собирается его есть. Но она же не будет слишком острая? Не-не-не. На самом деле карамели не будет много. Мы просто покроем сверху. А перец придаст пикантность. Но не более того. Добавлю щепоточку соли. Специи для курицы. Поэтому вообще подходит для любой птицы. Вещь незаменимая в хозяйстве. Особенно для скорой кулинарной помощи. Хочу тебе сказать, что специи нужно добавлять, когда чуть-чуть карамель остыла. Иначе они сгорят. Время идет. А мы уже практически и закончим. Так, арахис. Пойдет. У меня уже есть идея. Так, нам необходимо перебить орехи в мелкую крошку. В принципе, конечно, можно это сделать вручную. Но быстрее это сделать кухонным комбайном. Есть у тебя что-то? Да, да, да. Шикарный аппарат есть. Хороший аппарат. А ты думал. Я же у Нади подсмотрел тоже, как он работает, да? Так, нам понадобится скорее всего вот эта вот штука еще. Насадка. Вот как раз в ней удобно перемалывать мелкие вещи, орехи, специи. Для изготовления ореховой крошки мы используем измельчитель. И он справится даже с самыми твердыми ингредиентами. А мы сэкономим время. Засыпаем орехи. И закрепляем. Хорош. Так, с орехами мы справились. Комбайн убираем, он нам больше не понадобится. Наш помощник. Так, орехи есть, карамель есть, курица есть. Нам осталась на самом деле финишная прямая. Нам нужно покрыть карамелью курицу и потом сверху ореховую корочку. Сестра, мы его спасем. Слушай, у нас практически команда, так все слажено. Чук-чук-чук-чук. Следующий этап. А-а-а, как красиво, да? И последняя хирургическая операция. Как у любого доктора, как же без перчаток? Я думаю, что если бы Лиля увидела, что тут происходит, она бы как минимум удивилась. Удивилась, да, я думаю. На самом деле лучше всего карамелью закончить с помощью перчаток, тем более, что мы доктора. Можно ее промассировать. Прямой массаж сердца сделать. Вот таким образом полностью покрыть курицу. Так, все, перчатка мне больше не нужна. И мы возьмем немного орехов, порубим их крупнее, сверху присыпем, чтобы они были хрустящие. Ты пока включай духовку на нагрев. Так, а может мы Диане дадим посыпать задачу? Любишь сыпать? Да. По всей курочке нужно вот так вот. Как песочница. Вот так вот. Как песочница. Давай. О, слушай. Молодец. Эта крошка даст нам вкус, а эта даст нам хруст. Так, ну что? Доктор, мы справились. Так, для того, чтобы мы могли придать нашей курочке хрустящую такую текстуру, осталось ее запечь. И на сколько? 200 градусов. Ага. 7 минут. Может пойдешь, дядя Сережа покажешь свою комнату, свои любимые игрушки? Бери, дядя Сережа, за ручку и веди. А веди, хозяйка. Двась, садись, будешь мне рассказывать. У тебя тут целая вообще семья огромная. Так, можно я сяду к тебе? Да. Это папа с мамой. А ты где? Вот это? Да. С бантиком? Да. Смотри, а вот это вот, а кто это у тебя здесь такой резиновый нарисован? Резиновый? Да. Это пчела из Зальцбурга. Из Зальцбурга? Круто, слушай. Ха-ха. Ну-ка. У меня есть футболка с собой. Слушай, такая самостоятельная ты. Ух ты. И тоже из Зальцбурга. Слушай, ты какая аккуратная. Намного аккуратнее, чем я. Если бы ты видела, что у меня творится в шкафу. А это кто там у нас? Там маленькая совсем. Один? Сейчас совсем маленькая была. Слушай, а там... Там немножко вот уже подрастало. Мне уже было два годика. Потом три. Три? А уже потом мне уже три с половиной. Сережа, Диана. Да, да, идем. По-моему, надо уже курицу доставать. Идем, идем. Все секреты показала. Пока вы там игрались, видишь, я уже быстренько открыл. Ты посмотрел, да? Да, нам уже время. Ну давай доставать. Бери блюдо. Сажай. Пап, сажай. А что мы будем есть? Куночку? Диана, посмотри, какая красота. Смотри, ну это ж другое дело. Не то, что у папы, да, получилось чуть-чуть. У нас с тобой такая... Так, осторожненько. Смотри, какая. Ой, красивая. Ой, ой, ой. Какая красотулька. Ну мы справились, Андрюша, как ты считаешь? Вообще, просто бомба, вообще такая красавица. Бомба. А что у нас по времени? Его вообще нет. Ну мы же все сделали. Да. Давай, только надо курицу украсить, чтобы она была праздничная. Сейчас я этим и займусь. Давай, пока мы украшаем с тобой, ты проговори мне еще раз. Хорошо. Чтобы я мог запомнить. Наше блюдо называется курица в карамельно-ореховой корочке. Для приготовления этого блюда нам понадобится курица, сахар, соевый соус, перец чили, соль, арахис. Запеките куриную тушку целиком 40 минут при температуре 180 градусов. Снимите с курицы кожицу. В кастрюле растопите сахар до состояния карамели. Снимите карамель с огня. Добавьте смесь из соевого соуса, перца чили, соли и перемешайте. Орехи измельчите в крошку. Смажьте курицу без кожи карамелью, затем присыпьте ореховой крошкой. Прижмите орехи, чтобы образовался панцирь. Запекайте курицу в ореховой корочке 7 минут при температуре 200 градусов. Я думаю, что мне надо бежать. Все, что мог, я сделал. Все, ребята, празднуйте, хорошего дня. Туки-тук. Привет. Шло у вас здесь происходит. Не успел, Мамочка, привет, с днем рождения. Это тебе. С днем рождения. Счастья тебе. Семья у тебя классная есть. Это да. Ребята, будьте здоровы. Спасибо. Сереж, я очень рада тебя видеть. Очень неожиданно. Был рядом, посчитал, что нужно зайти поздравить, конечно. Спасибо, мне очень приятно. Ну что, к столу, я так понимаю? Ну ладно, ребята, я с удовольствием с вами... Присяживайся. Несколько минут посижу. Отведай мой шедевр. Расскажи, что ты папочке с Сережей делали? Играли в кого? В доктора. В доктора? Да. Сильно лупый. Понятно. Кого не лечили? Курицы лечили. Слушайте, а в чем это она? Можно я посмотрю? Я предлагаю не просто посмотреть, а давай попробуем. Ну давай, давай я ее разделаю чуть-чуть. Дианка, а ну признайся, кто курочку делал? Мы с Дианкой очень старались. Кто делал? Папочка. И уже. Доктор Калинин. Доктор Калинин, приятно познакомиться. Заим. Медбрат Андрей. Спасибо я. А ты? Кто, медсестра была? Да. Да, медсестра Дианка. Вот это я удачно зашел, а? Вообще. Представляешь? Как хорошо ощутиться рядом, Сережа. В нужное время, в нужном месте. Давайте. Давайте. Лиля, с днем рождения тебя. Спасибо вам большое. Какой-нибудь романтичный поступок вспомните из последних? Такой, что вау, прямо было. Это был день Святого Валентина. И у меня вот в день Валентина спектакль про любовь, все, и потом сразу же на поезд. Мы догоняли поезд, причем очень спешили, потому что время не было впритык. Я захожу в поезд, а в поезде, о чудо, мой муж, купе, все в сердечках, в цветах, стол накрыт. Это было очень красиво, очень романтично. Обалдеть. И очень неожиданно. Три, четыре. И. Хэппи-безды тую, хэппи-безды тую, хэппи-безды мамулечка, хэппи-безды тую. Спасибо, мои любимые. Откройте в себе шеф-повара. Приготовьте своим родным любимое лакомство Эктора Хименеса Брава. Банановый фостер. Этот десерт они запомнят надолго. Встречайте Эктора. Эктор. Необыкновенно рада видеть тебя на своей кухне. Что же это за десерт такой мы будем готовить сегодня? Сегодня мы будем готувати банановый фостер. Это классический латиноамериканский десерт. Честно говоря, я уже встег подзабути его смак. Но когда встаннє ездил до Колумбии, мама просила меня снова его приготовить. И когда я після стольких роков снова відчув его смак, то подумал, что просто зобовязаний поделиться с тобой этим рецептом. Особливость цієї страви в том, что ее подают палаючую. Уперше я побачив, який готують, коли був зовсім маленький. Это было в Колумбии. Кухар, який на моих очах підпалив тарілку з їжею, здався мені тоді справжнім чеклуном. И тогда я зрозумів, что хочу не только скуштувати, но и научиться готовить эту страву. Так давай же начнем готовить, и что нам для этого нужно? Насыпаем на пательню 200 грамм цукру. Не додаем воду, лишь чистый цукор. Еще трешки цукру залишаем на потім, он нам понадобится. Теперь у кухонной машины растопливаем масло. Необходимо, чтобы масло разом зі специями перетворилось на однородную сумочку. А пока я добавляю масло, расскажи, что у нас тут? Конечно же, это корица. Да, это правильно. И... А это? Мускатный орех. Ох, его нужно, наверное, поменьше положить. Да, это правильно. Карица лагрегамус, но маленькие чепотки. Чепотки. И мускатные орехи тоже маленькие чепотки. Латиноамериканская кухня довольно гостра, у ней очень насыщенный смак. Сегодня я раскрою тебе свой секрет. Знаешь, много людей считают, что карамель можно приготовить, используя лишь сукор и воду. Но это не так. В данном случае все, что у вас выйдет, это сироп. А вот, если мы будем випаровывать цукор, то он станет кристаллизованным. Сегодня мы делаем карамель сукру, вершки, масла и специй. Зверни увагу на сковорідку. Сукор начинает темнити. А это говорит про то, что он уже майже готовый. Как островочки маленькие образовываются. Тут мы уже закинчили, масло уже растянуло, і я дуже обережно та делікатно починаю помішувати. Но не нужно помешивать надто швидко. Чтобы не произошло кристаллизации. Да. Бачишь, Надю, поки я працював з маслом, воно всмоктало в себе спеції, и теперь я спокойно могу працювать с сукром, не турбуючись про него. Проблема, с которой встречаются люди при приготовлении карамеля. Что обычно делают люди? Сначала они растопливают масло, и лишь потом добавят в него сукор. Не делайте этого. Робьте это так, как мы делаем сейчас. Теперь мы можем додать масло. Я знаю, что холодное ни в коем случае нельзя добавлять в карамель, поэтому мы масло и нагрели. Надю, поглянь, что я сейчас делаю. Я додаю 100 граммов вершки. Наразі наша суміш виглядає дивно. Презентація не дуже вдала, и ты думаешь... Это не похоже на Ектора. Позднее ты увидишь, что у нас все хорошо. Все перемешается, и будет надзвичайно карамель. Багато людей запитують, Ектор, как ты узнаешь, что карамель уже готова? И как же? Если ты сейчас на минуту подъедешь к мне, я хочу, чтобы ты это слышала. Ты слышишь грудки лопаткой, правда? Да, есть комочки, есть. От когда эти комочки растут, тогда будет готова наша карамель. А я вот пока готовится карамель, хотела у тебя узнать, зачем спички лежат вместе с продуктами для приготовления бананового фостера? Это что, вместо шпажек будем бананы нанизывать, как шашлычок? О, Надюшо, звичайно ж, нет. Бананы мы будем фламбувати, а для того, чтобы их фламбовать, нам нужны сирники. Довгие сирники. Таким чином никто не опечется под час приготовления. Ты памятаешь, який хаос був у меня на початку? А теперь поглянь, что у нас сейчас. Да. Очень красивый цвет. Ты мне допоможешь? Будь ласка, мне нужно трешки нарезать. Середні шматочки, но не обовязково рівні. Так, тут я приготовил трехи центри. Это у нас для презентации. Давай вичувемо еще трешки апельсинового соку. Нам не знадобится багато. Когда вы робите банановый фостер, первое, что вы должны сделать, это впевнитесь в том, что карамель готова. Это основная часть нашей стравы. Сегодня надежда фламбировая. Я буду поджигать? Добре, теперь очень аккуратно порежемо. Чтобы целеньким остался по длине. Если вы разрезаете, трешки пошкодили банан, ничего страшного, это нормально. Немного сливочного масла. Каули – это популярные десерты на основе фруктов. Можливо, эти десерты не таки популярные, как украинский, киевский торт, например. Но он довольно сложный в приготовлении. А у нас обсмажені фрукты, фламбованные, очень сладкие и очень простые в приготовлении. А банан лучше брать совсем спелый или немножко недозревший? Он может быть полностью дозрелый, но немного зеленый. Это не имеет значения. Просто, если банан дозрелый, то его не нужно так долго обсмаживать, как зеленый. Да, это так звучит просто. Пожарить бананы. А сейчас, обережно, мы будем перевертать банан. А как вы знаете, что карамель уже готова? У таком випадку не будет грудочок. Зараз их уже немае. Теперь мы сниживаем температуру до минимума и оставим карамель на плитке, чтобы она не охолола. Добре, я переклав бананы на иншу камфорку, потому что тут они разогрежутся лучше. Бананы не очень зачипаем, только следуем, что они слегка обсмажились и не подгорели. Ты помнил, я добавил, надзвичайно мало. Так, только твое ложечки масла. Так. А мы будем обжаривать их с двух сторон? Да. А по поводу карамели, Эктор? По-моему, это та карамель, которая со временем не сильно застынет, и если после десерта у нас немного остается, мы можем использовать ее в других целях, для других десертов. Так, 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 можно использовать эту карамель. Ее можно поставить в банку и оставить на потом, можно использовать с печевом и для любых других десертов. Получается, даже что Эктор нам сегодня раскрывает секрет приготовления не только любимого бананового десерта, но и карамели как отдельного десерта, в принципе. Ой, какие румяные и красивые бананы. Жареные бананы. Беремо сик и поливаем однию чайной ложкой. Навище нам это нужно? Для того, чтобы бананы всмоктали в себя апельсиновый сик. Это додать им кислинки и заводить потемнение. Одного разу, когда я был маленьким, я приготовил этот десерт, и мне настолько понравились бананы, что мама рассказала мне секрет их приготовления. Здорово. И не лимонный сок, потому что он достаточно кислый. И в то же время бананы не потемнеют, потому что в апельсиновом соке тоже есть кислота. Ну, повсюду такие маленькие секреты, несмотря на то, что десерт выглядит таким простым в приготовлении. Но самое главное его тайна – это то, что он будет гореть. А теперь обережно перевертаем бананы. Все, так быстро? Если ты пометила, я добавил немного кукру и с другого бокса. Кукор допоможе бананам стать хрумкими. А теперь надзвичайно важливый крок. Ты мне не допоможешь? С удовольствием. Я сейчас добавлю коньяку, а ты его подпалишь. Так? Так. Банана-постер. Брови целы, ресницы на месте. Эктор, я люблю этот десерт. Да, конечно, сразу беру себя в руки. Пожалуйста, будьте очень осторожны, когда будете это делать. Эффект, конечно, грандиозный. Эктор просто чуть больше добавил коньяка, чтобы мне было весело, да, Эктор? Все хорошо. А теперь презентация. Эктор, немножко меня смущает один момент в приготовлении десерта. Все-таки это же коньяк, а мы хотим, чтобы дети угостились. Ну, как-то это... Вси пары и весь алкоголь уже вышли. Залишился лишь присмак коньяку, что делает десерт цикавым и незвычайным. Вы можете приготовить страву и без алкоголя. Робить тот же процесс, над которым мы с вами работали, но с додаванием апельсинового сока. Просто доведите апельсиновый сик до кипения. И все. И все. Следом бананы. Они такой необычный вид имеют, немного прозрачные, когда мы их обжарили. И очень мягкие. Есть еще одна особенность, которая делает этот десерт цикавым. Это то, что вы можете добавить к нему морозового. С морозовым тоже будет вкусно, конечно. Десерт получается необыкновенно красивым. Вы любите, а я пока напомню, как мы его готовили. Возьмите бананы, сливочное масло, сахар, сливки, коньяк, грецкие орехи, апельсин, мускатный орех и корицу. Бананы очистить, разрезать пополам. Растопить масло с мускатным орехом и корицей. В сковороде смешать масло со сливками и сахаром. Помешивать одну минуту, пока не растворится сахар. И уваривать карамель до загустения, постоянно помешивая. Положить в сковороду бананы и жарить по 2 минуты с каждой стороны с небольшим количеством сливочного масла до зарумянивания. Затем добавить немного апельсинового сока. Облить бананы коньяком и, когда он нагреется, поджечь. Подавать обжаренные бананы с ванильным мороженым, карамелью и измельченными грецкими орехами. Я так радуюсь, как будто бы это мне мама в детстве приготовила мой любимый десерт. Давай пробовать его. Конечно. Комбинация теплых бананей разом с карамелью. Это просто, это будет нечто. Это совершенно новый вкус, необыкновенный десерт. И меня просто восторгает, насколько легко его можно приготовить дома. Посмотрите, с каким аппетитом есть Эктор. Спасибо тебе огромное за этот удивительный десерт. Зубная паста помогает сделать нашу улыбку здоровой и белоснежной. Но Тарас Шпира утверждает, что она еще и универсальный боец в борьбе за чистоту всего нашего дома. Как это возможно? Узнаем у Тараса Шпиры. Я вижу у тебя тут секреты и все касается зубной пасты. Ну а что в ней удивительного? На самом деле, ты знаешь, люблю интриговать. Мы по традиции уже наших собраний с тобой развеиваем мифы, потому что постоянно, ища какие-то интересные штучки, попадая на интересные факты, я сталкиваюсь с тем, что зубная паста и от того поможет, и от всего поможет. И там, пожалуйста, и как компресс прикладываете, и там депиляцию... Ну, я образно говорю, на самом деле. Просто сегодня с тобой и с нашими зрителями я бы хотел проверить, действительно ли настолько универсальна зубная паста. И если говорить о нестандартных применениях зубной пасты, вот, к примеру, в Корее придумали специальную пасту, и говорят, что она с феромонами. Это те, которые притягивают вторую половинку. То есть вы чистите зубы, и в то же время обеспечиваете себе личную жизнь. То есть идея такая, что ты чистишь зубы этой пастой, и все хотят с тобой целоваться, да? Ну, не только, да. Даже так? Но мне кажется, что ты отвлекаешь меня от самого главного. От чего, Наденька? Какая-то дверь появилась у меня в доме. Не обращай внимания. В смысле? Так надо. Я ее потом заберу. Куда выход, скажи мне, пожалуйста? Это специальный портал в мир чистоты и здоровья. На самом деле это необходимо для экспериментов. Переходим к тестам. Итак, тест номер один. Открываем первый волшебный ящичек. Под ваши аплодисменты. Смотри, у нас здесь два зеркала. Посмотри на себя, какая ты красивая. Вот. И утверждают в интернете, что благодаря зубной пасте ваше зеркало в ванной комнате, которое запотевает моментально, не будет этого делать. Или будет гораздо медленнее это делать. То есть все, что нужно, это на некоторое время нанести зубную пасту, оставить, да? И потом все это тщательно стереть. А как это проверить? Очень легко. У меня есть чайник. Давай мы его закипятим, чтобы он парил. Проверим, запотевают ли зеркала, а потом проведем эксперимент. И в итоге убедимся, правда это или ложь. Обращаю внимание, вот абсолютно два одинаковых зеркала. Итак, внимание. Одно зеркало шаманим, второе зеркало шаманим. Вот буквально запотевают зеркала, обратите внимание. Все как в ванной. Итак, смотри. Я одно из зеркал сейчас протираю. Делаю его абсолютно сухим. Беру ватный диск, зубную пасту. Она у тебя особенная или какая-нибудь? Это обыкновенная паста без всяких там добавок. Просто беленькая паста, да? Которую мы чистим зубы. Средней ценовой категории. Вот так вот. И наношу пасту на зеркало. А толстым слоем? Ну так, чтобы полностью покрыть поверхность. Вот так вот хорошенечко, да? То есть так, чтобы... А запах какой пошел, да? Мятный. Ммм, смотрите как. Как у меня получилось красиво. Итак, откладываем это зеркало. Нужно подождать, чтобы паста хорошо высохла. А потом будем вытирать. Номер два. Опять же. О, что здесь? Утюг. Обратите внимание, утюжок хорошо так пригорел. Да? Соседи отдали мне его специально для опытов. Все равно уже спасти его практически невозможно. Я попытаюсь очистить его с помощью зубной пасты. А это возможно, да? Вот. А в интернете, опять же, утверждают, среди самых популярных способов применения зубной пасты, что зубная паста в этом помогает. Есть одно условие. Утюжок, вот попробуй. Вот, ну, не бойся. Это провокация? У меня железные руки, правда, но вот да. А еще тепленький. Да, еще тепленький. Если у вас случилась вот эта вот интересная ситуация с пригоранием, вы сразу, пока он теплый, выключаете его из розетки. И, дорогие друзья, опять же, берете тюбик зубной пасты, ватный диск. И соблюдая технику безопасности. Конечно. И не просите это делать детей. Наносим хорошенечко зубную пасту. Пока теплая, да? Вот есть зубная паста, которая совсем недорогая, да? Мне кажется, в этом случае она также должна вам помочь. Гораздо будет дешевле, чем чистящие средства. В случае, если этот метод работает. Смотри, я нанес, оставляю утюг тосковать без меня. Переходим к следующему секретному ящику. Друзья, ну чашка и... Чашка. Ты знаешь, есть чашки, в которых загрязнение настолько устоявшееся, друзья, что вы его ни моющими средствами, ни чем вот таким похожим просто оттереть не можете. А содой, Тарас? Содой? Кстати, очень часто в составе зубной пасты есть сода. И вдруг у вас под рукой нету соды. А зубная паста, ну, у меня в дороге с собой всегда есть зубная паста. А вот, простите, соды с собой всегда... И грязная чашка у тебя всегда в дороге есть с собой. Ну, вот приезжаешь в гостиницу, всякое бывает. И так, о, где моя зубная паста? Раз и давай работать. Сначала наносим зубную пасту. Конечно, свою же зубную щетку нежелательно. Если с вами путешествует сосед, можете взять зубную щетку и... Или теща может предоставить свою. У меня такое впечатление, что мы сегодня зубной пастой весь дом измажем. На всякий случай, чтобы высохло. Нет, мы не измажем. Мы будем тщательно трудиться. Слушай, вообще, моментально. Я даже не хочу дожидаться каких-либо там результатов, потому что очищается. Посмотрите, пожалуйста. Смотри. Я протираю. Чуть-чуть буквально у меня осталось. Да, можно просто взять мокрую тряпочку. Итак, друзья, посмотрите. Идеальная чистая чашка. Хорошо. Застарелые пятна вот в таких вот чашечках зубная паста чистит. Спасибо большое. Друзья, переходим к следующему эксперименту. Я открою. Ты откроешь. О, ты умеешь? Да. Опачки. Как это называется? Смеситель. Правильно. Я думал, ты неправильно скажешь, да? Все говорят сместитель постоянно. А на самом деле, друзья, смеситель в моих руках. И все знают, что в принципе, дабы корректно очистить вот этот вот смеситель, необходимо использовать достаточно дорогие моющие средства. Так вот, все очень просто. В злодной пасте есть всевозможные абразивы, да, частички, которые не только наши зубы могут почистить, но и налет от воды. Значит, мы берем, опять же, на спонж, берем наш смеситель, такой же старенький, друзья, бывалый, и начинаем тереть. Моющие средства, которые обычно используются, например, для чистки тех же смесителей в ванной, они содержат химические компоненты, которыми мы зубы уж никак не будем чистить. Итак, практически мы дочистили, уголочек немножечко еще можно потереть, но в принципе результат на 99,9% мы можем засчитать. Благодарю. Давай сейчас, перед тем, как мы вернемся к утюгу, покрытому пастой и к зеркалу, которое теперь не должно запотевать, я хотел бы обратить внимание на дверь, о которой ты сразу же сказала, которая удивила тебя. Вот детки с помощью вот таких вот фломастеров делают наскальные рисунки на всевозможных дверях. Этот наскальный рисунок, да еще и по покраске, уже только можно перезакрасить. Или оставить на памяти. Да, поэтому несколько таких рисунков я оттирал, всякое применял, и вот в интернете я обратил внимание на способ с зубной пастой. Дома я его еще не проверил, предлагаю сейчас вместе с нами. Давай, сынок, иди, рисуй. Каляку-маляку мы ее сейчас попытаемся оттереть. Беру зубную пасту. Так, а там уже нарисована каляка-маляка? Да, ну каляка-маляка уже есть. Вот, большая каляка-маляка. Берем спонж, берем зубную пасту, на тебе тряпочку. Большой мальчик рисовал. Берем зубную пасту, берем ватный диск и, собственно, начинаем воздействовать. Смотри, сразу начинает цвет уходить, обратите внимание. Точно. Да, вот немножечко более блеклым становится. Да смывается просто-напросто. Да, вот хотел показать, на диске фломастер остается моментально. И обратите внимание, что мы с вами достаточно долго разговаривали. Рисунок я этот наскальный нанес заранее, он подсох. То есть мы имеем дело с вами с застаревшим рисунком. Знаешь же, главное условие при работе с любыми пятнами и следами, да? Какое? Активно тереть. Активно, усердно тереть. Пока дырку не протрешь. Пока дырку не протрешь, так. Ну, кажется, результат есть. Результат практически уже виден. У меня вообще не болит рука, друзья. Ну, на самом деле, если присмотреться, да, вот сильно, вот, то можно найти. Но если немножко еще потрудиться с помощью наших ватных дисков, пасты, ваших усилий и ваших серьезных намерений, я думаю, что вы сможете избавиться от этих вот следов от фломастера. Вытираем. И как финальный результат, еле видный, блеклый след от фломастера, который со временем, при вашем желании, обязательно уберется. Давай вернемся к нашим предыдущим экспериментам. Остается утюг и зеркало? Да. Значит так, мы с тобой сейчас пытаемся оттереть наш утюжок. Немножко намочу, потому что по-другому будет тяжело. Ой, заодно похоже на эффект настоящего процесса чистки зубов. Смотри. На самом деле, вот, следы копоти грязи, пригорелости на утюге, они уходят. Вот даже на тряпке видно. Да. Вместе зубной пастой оттираются. Можно повторить процедуру, если что, потом. Ну что, получилось? Друзья, я точно могу вам сказать, что мы наполовину очистили наш утюг. И если вашей целью за пять минут почистить не весь утюг, а только половину, тогда этот метод прекрасно вам подойдет. То есть этот тест пройден наполовину? 50-50, конечно. Да. На самом деле, я думаю, что если процедуру повторить и снова-таки на теплый утюжок нанести пасту, вы видели, что загрязнение было гораздо больше. Давай перейдем к завершающему методу. Я ставлю чайник. Паста хорошо высохла. Обратите внимание, этого результата мы с вами должны достигнуть, используя этот метод. И можно взять немножко воды. Вытираем зубную пасту. Очень интересно. Мне интересно, работает ли этот метод. Сколько проблем с тем, что запотевает зеркало. А вы потом его трете, а оно разводы потом. Ерунда абсолютная получается. Так. Итак, внимание, это мы убираем. Теперь до чистого состояния нужно натереть. Итак, вот. Посмотрим. Два чистых зеркала. Одно было натерто зубной пастой, другое нет. А это нет? Нет. Итак, внимание. Снова-таки сейчас закипит. Друзья, они, учитывая, что я над паром буду их держать, должны как бы запотевать и одно, и второе. Только одно должно моментально выходить из этого состояния, а второе как бы должно немного подержаться. Вот проверим, работает ли этот метод. Итак, внимание. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, друзья, два абсолютно одинаковых зеркала. Одно мы натерли пастой, другое нет. Соответственно, это зеркало сильно запотело, это гораздо меньше, и гораздо быстрее оно становится более видимым для вас. Поэтому этот метод можете активно использовать, и ваши дети позабавятся, и вам будет приятно. Итак, тонкая пленка зубной пасты, которая образовалась в ходе нашего теста, нисколько не портит видимое зеркало. То есть оно такое же чистенькое, аккуратненькое, и так же хорошо отражает, как и раньше. А между тем меньше запотевает. Да, да, да. Ты волшебник. Ну, не я, а те, кто придумал этот метод. Более того, хочу сказать вам, что рекомендуют этот метод повторять раз в две недели. Да, вот на две недели этот эффект продержится, а потом натирайте пастой заново. Я особенно не завидую тем людям, дорогие друзья, у кого зеркало в ванной комнате от пола до потолка. Я тоже не завидую, они все время себя видят полами в полный рост. Не, ну, может, им нравится. Итак, давай подведем итоги, быстренько. Метод с чашкой у нас с тобой сработал. С помощью зубной пасты мы прекрасно от всяких застарелых налетов ее отчистили. Со смесителем так же у нас все получилось, этот метод мы засчитали. Мы все-таки засчитали метод с чисткой двери, потому что значительно посветлел след от фломастера, и я думаю, что это уже гораздо лучше, чем то, что было просто нарисовано изначально. Да, у нас напополам получился метод с утюгом и метод с зеркалами. Самый интересный эксперимент, по-моему. Самый, на мой взгляд, также интересный эксперимент. Паста образует небольшую пленку, которая способствует тому, чтобы зеркала запотевали гораздо меньше. Спасибо тебе, Тарас. Не тратьте всю зубную пасту на зубы, а используйте для того, чтобы сделать дом чище, ведь это возможно. Каждый раз, когда вы моете холодильник, вы сокращаете срок его эксплуатации. А то и вовсе рискуете его сломать. Как спасти холодильник с помощью обычной резиновой спринцовки? И как мыть холодильник, чтобы продлить срок его эксплуатации на 5 лет? Я поинтересовалась у мастера бытовой техники Дмитрия Святец. Встречайте! Дмитро Святец. Один из лучших экспертов Украины с побутовой техники. Ремонтировать технику Дмитро научился сам. Та больше 10 лет присвятил ремонту, диагностики и реанимации холодильников, телевизоров и пральных машин. Таким образом, спасал тысячи украинцев от потребности на новую технику. Благодаря техническому таланту Дмитра, его отец и сейчас используется своим первым холодильником Дніпро-316. Его Дмитро полагодил 10 лет назад. Дима впервые у меня в гостях. А также я пригласила, чтобы разобраться в этой теме двух очаровательных сестер. Они сегодня просто как близняшки. Участница проекта «Мастер-шеф» Оксана Мансырова и ее сестра Светлана. Здравствуйте! С самого детства мы с Светланой боремся за титул «Краще хозяйки». Да. И мы как-то сами для себя придумали, что даже батько нам допомогло, кто краще приберет в комнате, кто гирше. Кто гирше, то и моя папина машина. А кто краще, то и титул «Краще хозяйки». Какие хитрые родители. Мама не хотела, чтобы мы сварились. И по поводу этого сказала так, вы вместе будете мыть машину. И до сегодняшнего момента мы знаем супер, кто из нас кращий. И еще доси не решили. Потому что Света считает, что она кращая, а я считаю, что я, естественно. И я вот стою тут с резиновой грушей, спринцовкой. Ее еще клизмой называют. И думаю, неужели и холодильнику можно клизму поставить? Клизма, Надя, это скорее не название вот этого создания, а процесс, которым мы совершаем это. По отношению к холодильнику? Да, по отношению к холодильнику. Ну, по отношению к холодильнику это немножко другое. Но об этом чуть попозже. Каково же было мое удивление, когда я узнала от Дмитрия, что мы можем очень навредить холодильнику. Просто сломать его. Я привез вам холодильник в таком вот первозданном виде, как его привезли в сервисный центр. Не очень новый он, да? Да, я вам сегодня расскажу, как правильно размораживать холодильник, как правильно его мыть и, собственно, где в нем находятся труднодоступные места, как их вычистить, вымыть так, чтобы все было красиво и чистенько. Я привез вам холодильник в таком вот первозданном виде, как его привезли в сервисный центр. Не очень новый он, да, уже? Да, я вам сегодня расскажу, как правильно размораживать холодильник, как правильно его мыть и, собственно, где в нем находятся труднодоступные места и как их вычистить, вымыть так, чтобы все было красиво и чистенько. Мне кажется, что в холодильнике не может быть труднодоступных мест. Поверьте, они есть и мы их сегодня найдем. Оксана их не знает, я бы за маману еще не встречалась. Она открыла, закрыла и все. Поїла? Поїла, да. В первую очередь поїла. Так вот, поскольку Оксана и Светлана очень хотят выяснить, кто же из них хозяйка получше, то нам нужно не просто мытье холодильника устроить, а соревнование со штрафными баллами. Эй, эй, сестрички, слушайте внимательно. За каждую ошибку в процессе мытья холодильника каждая из вас получит по одному штрафному баллу. Таким образом, в конце мытья холодильника та из вас, кто наберет меньше штрафных баллов, получит титул «Лучшая хозяйка семьи Мансир». Это буду я, да? И так, кто проиграл, будет мыть не папину машину, а мою и Надину. Ну, или там договоримся. Я даже и не буду так, знаете, все сили свои отдавать, чтобы выиграть, потому что я знаю, что я выиграю. Оксана, мы не будем забегать напоред, мы будем надеяться, что выиграю, конечно же, я. Мы отправили своего помощника, он на видеокамеру снял, как же вы моете холодильник, и давайте, собственно, посмотрим на экран. Чтобы подсказать весь процесс, я буду діставать все продукты, которые у меня назбирались, вместе с ящиком. Я уже выиграю холодильник, зараз будем діставати все продукты. На видео мы увидели, как Оксана достала продукты вместе с ящиком. Я бы не советовал этого делать, поскольку под весом ваших продуктов ящик может просто-напросто лопнуть, поскольку это легкий пластик. И вам придется тратить свои бюджетные деньги, дабы его восстановить. Оксана доставала продукты в ящике, поэтому Оксану мы наградим первым штрафным баллом. Оксана, я тебя витаю. Я тебя витаю. Дима! А сколько будет стоять заміну этих ящиків, если я его пошкоджу? Смотрите, существует два вида ящиков. Ящики неразборные, ящики разборные. Если у вас ящики разборные, вам придется заменить всего лишь только фасадную часть. Стоит она от 300 до 350 гривен. Есть ящики неразборные, как вот эти. Они лопаются, и восстановить их практически невозможно. Вам придется выложить где-то от 500 до 600 гривен. Замела, Оксана, так что дивись, а двіше заплатишь. Давайте я вас лучше научу, каким образом сохранить продукты в замороженном виде. Поскольку это самое главное при мытье холодильника. Пока мы моем холодильник, идет время. Продукты портятся. И нам в этом поможет фольгированный полиэтилен. Он не вреден для продуктов абсолютно. Это экологически чистый материал. Его используют в утеплении домов, наклеивая за батарею, чтобы аккумулировать тепло. Но мы его используем, чтобы аккумулировать холод. Мы берем, разворачиваем его. Нам нужно достать продукты. Это у нас черника, мясо. А это я вам объясню, что такое. Это пакетик с застежкой зип-лок. Это просто мы заморозили для того, чтобы сохранить холод дополнительно? Да, для того, чтобы саккумулировать холод. Мы кладем свои продукты, обкладываем их пакетиками со льдом, и заворачиваем все, собираем как бы воедино, в кустик. Да, фиксируем все это скотчем. Следующий этап мытья нашего холодильника – это морозильная камера. Давайте же посмотрим, как вы с этим справились. Я очень осторожно буду снимать шубу, та, что наросла в меня, за помощью ножа. Той льд, который остается, в принципе, можно так зачепать все ножом. Для того, чтобы разморозить морозильную камеру, у меня есть кастрюля с кипятком. Я ее буду менять пару раз. Два разных подхода девочки использовали. Сразу же ошибка. Ни в коем случае, я вас прошу, нельзя откалывать намерзшую ледяную шубу, как это делала Оксана, острыми предметами. Потому что в холодильнике есть вот такая деталь. Она довольно-таки незаметная, но… Хотя большая. Да, хотя довольно-таки большая. Вот эти канальчики, по ним протекает газ-хладагент. В простонародье он называется фреон. Сама деталь называется испаритель. Вот когда вы скалываете ледяную шубу ножом, либо каким-то другим острым предметом, вы рискуете пробить канал, и вы услышите характерный шипящий звук. Это значит, что ваш хладагент или фреон, он просто выходит, и холодильник у вас не будет выдавать должную температуру, и не будет работать пак вообще. Да, если вот я пробью цейк-канал, что мне будет именно рубить. Вам придется наполнять испаритель фреоном, но предварительно его нужно будет запаять. Это стоит примерно от 800 до 900 гривен. Начинает. Но не дает стопроцентной гарантии, опять же, что ваш холодильник будет работать в полную мощь. Поэтому я вам советую, чтобы вы полностью заменяли эту часть. Стоит это немного дороже, от полутора до двух тысяч гривен. Все зависит от марки вашего холодильника. Но это даст стопроцентную гарантию, что он будет... А еще можно посоветовать, как правильно мыть, чтобы ни в коем случае не проткнуть ножом. Ну, Оксана пока не проткнула, но риск действительно есть. Хорошо, значит, получается, извини, Оксана, что у тебя еще один штрафной балл. А Света по-другому делала. Она взяла кастрюлю с горячей водой. Мы не ставим никогда горячую кастрюлю сразу в морозильную камеру. Почему? Потому что морозильные камеры, они имеют пластиковое покрытие. Вы просто деформируете под температурой это покрытие. Соответственно, нужно подложить деревянную дощечку, либо стеклянную, ну, на каких вы режете, чтобы обезопасить свой холодильник от деформации. Ну, и за это вы получаете штрафной балл, девочки, собственно, обе. Так что не так уже обидно. Не так обидно, так. Я вас научу, как легче избавиться от вот этой намерзшей шубки. Мы берем обычный поливизатор, наполняем его горячей водой и равномерно брызгаем в наш морозильный отсек. Мы, кстати, провели эксперимент. Взяли два холодильника с одинаковой замороженной морозильной камерой. В одном мы распылили поливизатором горячую воду, а в другой мы поставили кастрюлю также с горячей водой. Через 5, 7, 10 минут ваша ледяная шуба будет сама отпадать, и вы получите размороженную морозильную камеру. Супер! Пульверизатором так легко это сделать, не надо с кастрюлями таскаться. Следующее задание какое было для девушек? Это уплотнительная резинка. Многие не обращают на нее никакого внимания, но это, на мой взгляд, самая главная его часть. Давайте посмотрим, девочки, кто же из вас следующий получит штрафной балл. Я закончила свой холодильник мытью из середины, теперь буду переходить до дверей и до резины, в которой завжди очень много бруда из середины. Очень много бруда здесь появилось. Давно я холодильник не мила. И его очень необычна доставать, такий бруд. У меня есть миска с теплой водой, сейчас добавлю мыючий засыпь, помию резинку, потому что она очень брудная. Будем вымивать ее летельно. Девочки получают по одному штрафному баллу, простите. Каждая? Да, каждая. Сейчас объясню, почему. Ни в коем случае нельзя мыть резинку широкой губкой, обильно смоченной водой. Поскольку вы, когда моете его, вы его деформируете, вы тянете его за собой, вы его дергаете. Теперь объясню, почему нельзя подвергать резинку деформации. Резинка неплотно прилегает к основанию холодильника. Холодильник думает, что ему нужно больше вырабатывать холода. Соответственно, он дает сигнал компрессору, девочке, двигателю. И двигатель... Как же все-таки вы, милая, объясняете? Холодильник думает, а девочкам надо пояснять, что такое двигатель. А девочке двигатель, да, этого холодильника. Соответственно, мотор начинает вырабатывать больше энергии, вырабатывает свой моторесурс, и он у вас сломается не через 5-10 лет, как того хотят производители холодильника, а через полгода, год. Соответственно, вам придется или покупать новый, или заменять компрессор. А можно ли заменить вот эту вот резинку, если она вышла из строя? Резинку заменить можно, это вам обойдется где-то от 700 до полутора тысяч гривен. Все зависит от производителя. Все на все 700. Почему нельзя обильно смачивать губку? Я вам покажу. Вот можете зайти с этой стороны, образуется вот такой вот неприятный эффект. Это называется плесень. И мы сами это сделали фактически, да? Ого! Как-то неправильно мыть всю резинку. Мы воспользуемся эта зубная щетка. Она нам поможет во всех наших вопросах. Можно сказать, мы будем чистить зубы холодильнику, так? В принципе. Да. Поможет нам также 50 грамм хозяйственного мыла, которое мы заранее натерли на терочке, чтобы его было легче растворять. Мы добавляем одну столовую ложку в нашу пиалу. Это сейчас мы делаем раствор для мытья... Да-да-да, для мытья уплотнительной резинки. Мы добавляем воды. Щелочь мыли отмоет плесень и грязь. А зубной порошок мы добавляем... Зубной порошок отмоет въевшиеся пятна и желтизну. Мы добавляем три чайные ложечки. Мы это все дело размешиваем. Вот такая мыльная водичка. Мы вооружаемся зубными щетками, смачиваем мыль. Любим? Ну, Ксана, меже, хай вы научитесь. Нет, давайте вы будете мыть вместе. А так просто надо натерать, так? Нужно тщательно промывать такими наступательными движениями. А тут можно, так? Можно. Можно даже внизу попробовать. Внизу как раз у нас очень грязно. Почаще меняйте жидкость. А обязательно брать господинка, мелочи, можно обычную. Без разницы, но главное не содержащие жиры. Это так зручно, в принципе, потому что щетку я достаю любые места. И обязательно нужно просушивать нашу резинку. Я думаю, в нашем случае мы воспользуемся феном. Спасибо. Ваши щетки. Оксана, нам в чисток нужно сушить наш свой холодильник дома. А вот промыть после этого раствора. Мы мочим нашу зубную щетку в обычной теплой воде, в чистой, прополоскав ее перед этим. И промываем также всю резиночку, чтобы убрать мыло и зубной порошок. Ну и дальше мы просто просушиваем нашу уже чистую резинку. А когда мы просушиваем, мы поднимаем эту резинку или не нужно поднимать? Аккуратненько. Вот так. Аккуратно. Вот так приподнимаем. Видите, у нас уже чистота здесь. Я постаралась. Оксана, Мия, вы научили. Можно просушивать. Нормально, да? Да, да. Все. И обязательно отодвигайте резинку очень аккуратно, чтобы ее не растягивать и ни в коем случае не деформировать. И дальше, разумеется, нужно помыть холодильник внутри, полностью все полочки. Мы как-то разбирались в этом теме, как выбрать холодильник, уже бывшего употребления. И использовать можно раствор соды. Да. Мы вливаем примерно литр теплой воды, добавляем 4 столовые ложки соды, разбалтываем, берем тряпочку, смачиваем ее, хорошенечко выжимаем. Вы мне допоможете, так? Конечно. Я буду держать, а вы будете мыть. Давайте беречь ваши ручки. Мы оденем перчатки. Вы сегодня, собственно, будете участвовать с нами в мытье холодильника? Оксана у нас учится. А я вам что говорила? Ну, понятно. Что я вам сказала? Выжимаем, обязательно выжимаем. Можно убрать решетки, нам будет удобнее. Обовязково выкористовывать содовый ручки? Можно, допустим, какой-то мытью засыпь, если заменить на соду? Моющие средства будет сложнее вымыть. Сода смывается намного проще. Пока вы моете, я вам расскажу, как спасти свое здоровье. У вас в холодильнике хранится рыба, мясо, овощи, фрукты. Они имеют свойство портится и образуются болезнетворные бактерии. Это может быть и сальмонелла, это может быть и листерия, это может быть и кишечная палочка. Существует очень простой метод. Мы берем стакан воды и берем таблетки от боли в желудке. Обязательно, чтобы действующее вещество в этой таблетке был хлорамфиникол. То есть это антибиотик, да? Да. Мы ломаем таблеточку, чтобы она быстрее растворилась, добавляем ее в воду, в теплую обязательно воду, перемешиваем, этим можно протирать и наши решетки. Я думаю, достаточно чисто. Так, похвалить мы. Вы просто умница. Спасибо. Следующий этап мытья нашего холодильника это задняя решетка. Давайте посмотрим на видео, как же вы справились с этим. Я хорошо мыла заднюю свою решетку в холодильник. А все замынут ее, да? Давайте посмотрим. Я просто беру ганчирку и легкими движениями, в принципе, руки я витираю, где дистаю. Когда я мою холодильник, я его завжди развертаю, чтобы помить решетку, потому что на решетке завжди откладывается пилюка. Я считаю, что эта работа не для меня, не для девочек, потому что реально я сама маленькая, хрупкая, не могу... Красивая, не замужем. Накидывайте варианты, да, мы собираем. Так, Оксана просто не хочет, это отмазывает от работы. Она может его подвинуть, просто не хочет. Есть на самом деле секрет, как помыть холодильник и заднюю решетку, не отодвигая его от стены, но об этом немножечко попозже. Давайте разберемся, кто же из вас получает штрафной балл. Штрафные баллы получаете обе. Сейчас расскажу, почему. На задней решетке скапливается так называемая пылевая шуба. Холодильнику кажется, что ему нужно больше отдавать тепла, соответственно, он дает сигнал двигателю, компрессору. Компрессор вырабатывает больше энергии, соответственно, моторесурс его сокращается и мы меняем компрессор. Поэтому мыть его обязательно нужно, но не так обильно, как Светлана. Вода может попасть в область реле на компрессоре. После того, как вы домоете холодильник и включите его, провода закоротят и холодильник сломается. Компрессор стоит от 2,5 до 3 тысяч гривен. Все, опять же, зависит от марки и, собственно, производителя вашего холодильника. Сейчас я вам покажу метод, с помощью которого можно почистить заднюю решетку холодильника, не отодвигая ее от стены. Мы берем линейку, смотрим на меня, повторяем. Мы берем вот такой ремешок с махрового халата. Если нет халата, мы берем обычный бинт, мы можем взять обычную тряпку. Мы сначала наш ремень смочим в растворе. Раствор этот очень секретный. Мы берем глицерин, берем чайную ложечку, добавляем ее в стакан обязательно теплой воды, размешиваем. Пояс от халата мы смачиваем, выжимаем. И вот таким вот движением мы вытираем всю пыль. А я часто потребую мыть заднюю расчетку. Раз в полгода можно мыть, и у вас не будет скапливаться такое количество пыли, как на нашем холодильнике. Прекрасно, спасли холодильник и в этом смысле. Ну что, принимает Оксану на работу? Оксана, молодец. Более-менее Оксана. Следующий этап мытья нашего холодильника. Чтобы мыть холодильник вовне, я возьму свою мочалку, но с другого боку, и гадный засыпь для очищения. Наносим сверху мочалки и просто начинаю натирать свой холодильник. Я помыю внешнюю сторону холодильника той самой мыльной водой и буду мыть мягкой частью губки. Ни в коем случае нельзя мыть внешнюю часть нашего холодильника абразивными моющими средствами, потому что они царапают и портят внешний вид наших дверей, нашей морозильной камеры, нашего холодильника. Мы берем нашатырно-анисовые капли, нужно их развести один стакан теплой воды и три чайные ложечки наших капель. Для чего они нужны? На шатырь он убирает жировую пленку и удаляет пятна, а анис просто приятно пахнет. И мы получаем вот такой ледяной айсберг, чистый, нежирный и пахучий. Мы смочили нашу тряпочку и можно попробовать протереть все наши пятна вот здесь на двери. Оксана царапала чистящим средством, а Светлана промывала мягкой стороной губки. Оксана получает штрафной бал. Я думала, что тем, что я сегодня мыю, вы мне даете хотя бы какой-то бонус, плюс. В итоге получается, я еще отстаю. Знаете, как мне сейчас обидно? Но я буду мыть, буду на будущем, все на будущем. плачу и мую. Так. Итак, мы приступаем к завершающей части мытья нашего холодильника. Это сливное отверстие. Находится оно вот здесь. Вот это сливное отверстие. Это маленькая дырочка? Да, это маленькая дырочка, в которую всегда набиваются крошки, остатки пищи и скапливается, самое главное, скапливается жидкость. Если вы не будете его промывать, то жидкость в вашем холодильнике будет скапливаться и металлические детали, они будут ржаветь, поддаваться коррозии. Если честно, я даже этой дырочки не замечала. Я думаю, 99% населения земного шара вообще не знают о ее существовании, но теперь мы знаем об этом все. А я же протирала, ее только сверху протирала. Умничка, протирать сверху надо, но нужно еще промывать. Вы обе получаете по штрафному баллу. Мы берем резиновую грушу, наполняем ее теплой либо горячей водой, а главное не кипятком, чтобы не обжечься. Вставляем ее в отверстие и резким нажатием выдавливаем воду вовнутрь. Типа промываем, так? Да, типа промываем. Мы там ничего не повредим? Мы ничего не повредим. И сколько нужно раз? Я думаю, двух-трех раз хватит. Разворачиваем холодильник и я вам покажу, откуда будет выливаться жидкость наша. Я вам даю пиалу. Вот он выход нашего сливного отверстия. Это наша трубочка. Мы ее приставляем к пиале, чтобы жидкость не пролилась. И с той стороны нажимаем грушей. Можно взять небольшую металлическую проволоку, с той стороны также пробивать. Таким образом мы пробьем. Значит, в той ситуации, потому что было два человека, да? Типа я тут буду сидеть и... Можно два, можно группу поддержки позвать чайк сорок. Ну, в принципе, как интереснее вам. Оксана без Дмитрия после сегодняшнего дня просто не сможет мыть холодильник. Как говорил Иболит, тепленькая пошла. Тепленькая. Выходим. Придерживай трубочку. Оксана на грязного Я этого не знала, я поняла, я признаю свои ошибки, что так. Это очень удобно, я теперь буду на будущее знать, что потребен мужчина, клизма и чистый холодильник. И что ты собираешься со всем этим делать? Надя, все на все, мыть холодильник. Я попросил своего помощника сделать клизму вашим холодильником и посмотрите, какая гадость вылилась из ваших сливных отверстий. Это Оксана на жидкость. Ужасно. Жидкость Светлана. Я думаю, нужно приступить к церемонии награждения. А давайте почитаем наши баллы. У Оксаны 6 штрафных баллов и у Светланы 4. Ура, я выиграла. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»